Здравствуйте! Это Итоги на репортере в прямом эфире. Главные события уходящие рабочей недели. Меня зовут Григорий Блайд и в начале традиционно о главных темах нашего выпуска. Котельная в военном городке в Лиманском так и не заработала. Вся надежда у местных пенсионеров на электросети и пенсии. Обогреваться тоже мне нечем. Как мне обогреваться? Вот сейчас конвектор включить. Это сколько я за свет буду платить? Коммунальные. Я без копейки. Ритуальные танцы у дома Русова. Пока артисты и художники пытаются спасти умирающий памятник архитектуры, охранники пытаются не пустить на его территорию поджигателей. Было заявлено о том, что вы охраняете здание от проникновения бомжей и прочих. А это правильно? Вы не знаете, охраняете ли вы дом от бомжей? Закон для братьев наших меньших и их хозяев. В Украине станет обязательной сертификация домашних животных. Невозможно остановить поток без контроля за численностью домашних животных. В это воскресенье в Одесской области пройдут выборы. Речь идет об объединенных территориальных громадах. И по старой недоброй традиции избирательная кампания – это время для самых разных, в том числе и грязных политтехнологий. По информации издания «Таймер» на выборах в Шабовскую территориальную громаду ведется массовый подкуп избирателей. Голоса скупают в одном из магазинов. Цена – 400 гривен. Схема расчета – 200 сразу и 200 в день голосования. По информации «Таймера» скупают голоса и на выборах в Куяльницкую громаду, которая охватывает весь Подольский район, кроме райцентра. Там за голос дают уже 600 гривен. Я в списке завтра, да? Где-то, наверное, или завтра, или послезавтра день. Завтра, послезавтра. А куда подойти? Да. Сюда же, да? Я позвоню, да. Вы позвоните, чтобы прийти получше. Да, да. А сколько денег идешь? Ну, 200 и еще 200 в день голосования. После голосования? Прямо в день. И в Одессе мало-помалу включают батареи. Отопительный сезон стартовал официально еще в начале этой недели. Но первыми традиционно почувствуют тепло воспитанники детских садов, учащиеся одесских школ и пациенты больниц. А вот жильцам многоквартирных домов тепла придется еще немножко подождать и воспользоваться электроприборами. В Одессе до сих пор не решена проблема отопления центра города, где проживают около 300 тысяч человек. Дело в том, что Одесская ТЭЦ находится на стадии банкротства. Городские чиновники уже обратились в Кабмин с просьбой поскорее запустить ее мощности, но ответа так и не последовало. Еще в начале недели мэр Геннадий Труханов провел совещание по этому вопросу, но пока, как видим, эффекта нет. Дома в центре города до сих пор без тепла. Есть проблемы и на Шкодовой горе. Около тысячи местных жителей тоже сидят без тепла. Их котельная относится к нефтеперерабатывающему заводу, который вот-вот будет выставлен на продажу. Словом, ситуация пока не радует. Утешает лишь то, что в Одессе пока не очень холодно. Да и многие не сильно отчаиваются по поводу холодных батарей. С нынешними тарифами выгоднее отапливаться электричеством. А тем временем отопительный сезон в военном городке в Лиманском Разделянского района может и вовсе не начаться. Котельную приграничного населенного пункта еще в прошлом году отключили из-за огромных долгов перед нафтогазом. Задолженность достигла уже 5 миллионов гривен. Жители многоэтажек просто не успевают за повышением тарифов. Более половины домов решением сельсовета уже перевели на автономное отопление. Но еще 300 квартир по-прежнему зависят от того, заработает ли здешняя котельная. Пока шансы невелики. Оборудование расконсервировать пока никто, похоже, не спешит. Виталий Хемий. Прямиком из Разделянского района. Пенсионерка Людмила Климова готовится к своей четвертой зиме в Лиманском. Сюда женщина переехала из Тарутинского района. Ее дом затопило в результате небывалого за последние полстолетия наводнения. Деньги на новое жилье Людмиле Григорьевне выделило государство. Почему выбрали именно тогда Лиманское? Потому что здесь было тепло. Я покупала, когда меня затопило в Одесской области Березино. И я купила квартиру. А приехала и что я получила здесь? В холоде сижу. В военном городке в Лиманском 43 дома разной этажности. Для 300 жителей, подавляющее большинство из которых пенсионеры, проблема отопления далеко не решена. В отопительный сезон эти люди входят с тревогой и, возможно, напрасными ожиданиями. Руководство сельсовета убеждает, что в котельной все готово к работе. Оборудование установлено, проверено, где надо, подкручено. Заработает, если будет газ. Но списки должников на стенде у сельсовета не уменьшаются. Поэтому еще летом здесь приняли решение отказаться от централизованного отопления. Кто-то перешел раньше, кому-то нужно будет помочь. Принято решение о переводе жителей военного городка, которые остались на централизованном отоплении, на индивидуальное отопление. Подключился областной совет. Разработана нами, разработана программа по социальной помощи населению, которая будет переходить из расчета на каждого жителя по 10 тысяч. На приобретение хотя бы котла, определение приобретения счетчика, учета газа. Ясно одно, переход быстрым и дешевым не будет. Нужно провести работу минимум на 6 миллионов гривен. На проект деньги у сельсовета найдутся, это порядка 400 тысяч гривен. А вот дальше без помощи свыше не обойтись. Это усиление мощностей, подводящих сетей, обвязка домов для возможности подключения. Все документы готовятся, значит, готовится проект. После того, значит, все эти работы стоят определенных денег, в пределах более 6 миллионов. Частично планируется, частично с местного бюджета, частично с района и основную львиную долю обещает областной совет. Пока же на выручку тем, у кого еще нет индивидуального отопления, приходят камины и электронагреватели. Но такую роскошь себе могут позволить лишь те, кто в состоянии заплатить за свет. А большинство жителей городка – пенсионеры, у которых нет возможности ни по газу долги закрыть, ни обогревать квартиры электричеством. К тому же лиманцы боятся, что в случае массового перехода на индивидуальное отопление у них могут возникнуть проблемы с законом. А не разрешено же делать индивидуальное отопление. Не разрешено. Люди же делают как-то. Но вообще-то по закону-то его нету. Нельзя. А вот они и дали добро. А не потому, что им деньги. Мне, если проводить это индивидуальное отопление, я где возьму 1418 пенсии? На что я сделаю? Обогреваться тоже мне нечем. Как мне обогреваться? Вот сейчас конвектор включить. Это сколько я за свет буду платить? Коммунальные. Я без копейки. У меня отрезана батарея. Индивидуальное что-то как-то отапливать? Ну как отапливать с конвектором, да и все. Много платите? Ой, по-разному. По-разному. Ну, субсидии дают, как-то выкручиваемся, но в квартире холодно. Если бы было настоящее тепло, было бы тепло. Как будто непонятно, что тарифы выше крыши. Все платежи ЖЭКовские сделали так, что уже за горло захватили. Как скоро дойдут до Лиманского деньги из областного бюджета, большой вопрос. Ближайшая сессия областного совета запланирована на 20 числа декабря. Виталий Химий, Григорий Евич, телеканал Репортер. И давайте более подробно поговорим о том, можно ли отказаться от централизованного отопления. Устаревшая и невыгодная система теплотрасс, помимо внушительных счетов и потерь, давно уже ничего не приносит. По сути, после колоссального повышения тарифов на тепло, качество предоставляемой услуги ничуть не улучшилось. Но выход есть, уверяют эксперты. Только за него придется побороться с бюрократическим монстром. О том, как платить за тепло в три раза меньше, на этой неделе выясняла Анастасия Левкович. Те, кто не добился субсидий, тепло в батареях ожидают с ужасом. А вот эксперты считают, цифры в наших платежках несправедливы. Ведь платим мы не только за потребляемые гигакалории, но и за всевозможные теплопотери, которые происходят в плохо изолированных трубах. Механизм отказа от такого невыгодного удовольствия крайне сложен. И все потому, что тормозит его само государство. Есть определенные технические причины. В многоэтажном доме поставить в каждом доме отдельный отопительный котел и соблюсти технику безопасности, чтобы он не взорвался и прочее. Очень тяжело. Более того, в многоквартирных домах нет вентиляции соответствующих. То есть технически понятно. С другой стороны, государство блюдет интересы монополистов, которые заинтересованы, чтобы отопление было централизовано. Это большие деньги. Пока тепло доходит до вашей квартиры, в трубах и подвалах теряется до 30 его процентов. И когда в странах ЕС коммунальные платежи составляют максимум треть зарплаты, то украинские реалии съедают две трети. Поэтому для украинцев слова о возможной экономии – приятная мотивация. Ведь теплопотери – это не только снижение температуры в домах, но и банальное расточительство. Даже не вагоны, а составы горячей подогретой воды, пока они идут от котельной в конкретные дома, теряются. То есть это монстр, который теряет столько горячей воды, настолько затратной. Нужно искать способ, как уйти от стопроцентного центрального отопления, ну хотя бы к частичному децентрализованному. Отказаться от навязанного нам с вами отопления можно, хоть придется и попотеть. Камнем преткновения является комиссия, которая и должна отдать добро на отключение. Но на практике получается, что отказ одних бьет по карману других. Чем больше сократится количество абонентов, тем внушительнее будут суммы в платежках оставшихся. Баланс уже нарушен, считает депутат горсовета Алексей Еремитца. Поэтому местные тепловики пошли на хитрость. Коммунальное предприятие ТГО отозвало всех своих представителей, которые раньше входили в состав этой комиссии. Ну буквально недавно, я так понимаю. И вот так, если уж разобраться, я так понимаю, что в принципе и коммунальное предприятие ТГО занимает такую позицию, чтобы, конечно, минимизировать количество отказников от центрального отопления, потому что, еще раз повторюсь, увеличивается убыточность. Жителей новостроя в центральное отопление обошло. Ведь современные дома чаще всего проектируются со своими котельными. А те, кого обслуживают старые теплотрассы, имеют свои механизмы отключения. Например, создание ОСМД, с общим решением которого и можно подаваться в комиссию для отказа. Необходимо разработать проект, потому что на самом-то деле прийти просто, что называется, отрезать нельзя. Нужно подготовиться технически, пригласить компанию, которая постачает это тепло. И она должна дать погоджение на отключение от тепла. И только после этого можно реализовывать данный проект как технического отключения дома. Те же, кто поддержки соседей в этом вопросе не получил, в теории тоже могут отказаться от центральной трубы. Надо ставить счетчик и напрямую обращаться к новым тепловикам. Эксперты уверяют, в домах со своими котельными расход тепла меньше в два, а то и три раза. Платят только за газ. Никаких потерь там нет. А мы оплачиваем огромнейшие потери, пока дойдет до нас тепло. Пока там теплотрассы разизолированы. Вот выход именно такой. Индивидуальные котлы. Крышные котельные, районные котельные. Но если вы решились, а бюрократическая машина дала отказ, идите в суд, рекомендуют специалисты. Ведь система центрального отопления не обязаловка, а личный выбор каждого. Правда, знают об этом немногие. Анастасия Левкович, Григорий Евич, телеканал Репортер. Ну и тем временем, в грядущей зиме готовятся и одесские переселенцы из Донбасса. На улице Успенская в трехэтажном доме недалеко от парка Шевченко проживают 115 человек. Заброшенное общежитие порта гости Одессы своими силами привели в порядок. Но по заявлению областного руководства, люди проживают там незаконно. В качестве альтернативы для переселенцев уже не первый месяц обсуждаются варианты с Подольским и Раздельнянским районами области. Но все это в будущем. Сегодня для этих людей актуален один вопрос. Как обогреть себя и своих детей? Виталий Хемий продолжит актуальную тему. Многодетная мать Наталья Павленко живет со своей большой семьей на Успенской с лета 2016-го. Прошлую зиму вспоминает нехотя. Регулярные перебои со светом, работающие в холостую электрообогреватели, утепленные одеялом дверные проемы. К новому отопительному сезону семья подошла практически во всеоружии. Электричество не отключают, в воду тоже жить можно. В доме на Успенской, где проживают переселенцы из Донецкой и Луганской областей, вот эта емкость не просто пятилитровая бутылка, это часть отопительной системы. И называется это расширительный бачок. Система это два тена, полтора-два киловатта. И там есть такая, это муж как бы занимался, специальная штука, которая гоняет в воду туда-обратно. И там тоже приспособление такое. На вашу квартиру? На вашу квартиру сделали, потому что у меня четверо детей и маленький ребенок. Сколько денег ушло на это? Приблизительно. Около двух тысяч, не больше. А это уже жилье Анны Скогаревой. Чтобы двум маленьким детям было тепло, семья установила электрический котел. На установку саму пошло около 10 тысяч, потому что сам котел там и трубы, это все. А платить как бы еще не платим. Ну как не платим? У нас же не принимают платежку за электроэнергию. Поэтому не вычисляли, в принципе, счетчик стоит, все, оно крутит, все. Но у нас же не принимают просто рейс-платежки. Жители аварийного дома собрали за электричество 68 тысяч гривен. Но эти деньги у людей не берут. Причина проста. Взяв деньги, облэнерго регитимизирует нахождение переселенцев в здании бывшего общежития. За уроженцами Донецкой и Луганской областей, проживающими на Успенской, пока закреплен статус самозахватчиков. Мы очень надеемся, что облэнерго пойдет нам навстречу, заключит с нами договор на оплату счетов за потребленную электроэнергию. Так как мы уже однажды переводили деньги, 68 тысяч мы оплачивали, но облэнерго вернула нам эту сумму, так как у нас не заключен договор с ними. Они обещали, что заключат с нами договор поручительства на оплату, но сказали, что пока нет возможности. Летом переселенцам из Успенской областной совет предложил переехать в Подольский район, в село Борщи. Готовый пансионат ждал людей, их детям обещали устройство в детские сады и школы. Процесс очередного переселения застопорился. В облсовете людям рекомендуют решать жилищный вопрос в рамках действующего законодательства. И сейчас на самом деле незаконно получают электроэнергию, хотя на балансе того коммунального предприятия, которым находится данное сооружение, мы периодически выделяем средства из областного бюджета и я думаю, что рано или поздно это тоже придет этот конец. К сожалению, некоторые из временных переселенцев считают, что они могут находиться незаконно, но главное в центре Одессы, в незаконном здании. Еще один вариант, который предложили временным переселенцам – село Степовое в Раздельнянском районе. Туда даже в свое время возили вице-премьера Павла Розенко. Однако и туда новоиспеченные одесситы ехать не хотят. Общежития будут готовы нескоро, сейчас только заканчивается подсчет стоимости всех работ. Параллельно возникает вопрос, почему переселенцев из проблемных мест, а это не только дом на Успенской, но и села Нати и Фонтанка, нельзя пристроить в Одессе? Таких людей в области около тысячи. Они хотят жить в Одессе. Конечно, мы взаимодействуем с городскими тоже властями, конечно, мы смотрим, какие решения возможны в Одессе. Но объективно тоже плюсы Одессы являются и минусами Одессы. Любой объект, он даже если не используется так или иначе, на него есть какие-то планы. Это объект в огромном мегаполисе, в миллионном городе по сравнению с объектами, которые пусть даже в сравнительно недалекой доступности, как степовое. Но тут любой объект лентимизировать, если бы это было так просто, то это бы уже было, естественно. Тем временем в одной из комнат многострадального дома на Успенской 82-летняя Евдокия Денисова ждет волонтеров из организации «Красный крест». Пенсионерки обещали заменить старое окно – главный источник холода. Первая хорошая новость за долгое время. Вы одесситы, вам низкий поклон, вы настолько нас тепло встретили, вы делились с нами, давали жилье нам, жили мы. Ну, потом пенсию, газ подняли цену, пенсии не стало хватить, мы захватили здание. Но единственная просьба – не выгоняйте. Война кончится, мы разберемся, кому чего надо. И настоящее социологическое сражение состоялось в Украине на этой неделе. В медиапространство были одновременно вброшены результаты сразу нескольких социологических исследований, проведенных организациями, изучающими общественное мнение. Большинство соцопросов касались политических предпочтений украинцев, имелись в виду и партии, и их лидеры, как потенциальные кандидаты грядущей президентской гонки. Политологи в одночасье заговорили о негласном старте избирательной кампании в стране. Мы сознательно не будем оглашать результаты этих исследований, поскольку они сильно отличаются друг от друга и, по нашему убеждению, являются ничем иным, как простым политтехнологическим ходом. Нас интересуют совершенно другие цифры. В понедельник были опубликованы данные соцопросов, проведенных Центром социальных исследований «София» и Центром Разумкова. По данным «Софии», уровень недоверия к ключевым представителям власти остается стабильно высоким. Мало того, он вырос по сравнению с предыдущими замерами. 79% респондентов критически в той или иной степени оценивают действия президента Петра Порошенко. Любопытно, что в сентябре количество его критиков было менее 75%. При этом число тех, кто полностью одобрял или скорее одобрял работу главы государства, тоже уменьшилось с 21,5% в сентябре до более 13% сегодня. Целиком соглашаются с политикой президента лишь чуть более 1,5% опрошенных. Центр Разумкова приводит следующие данные. Президенту доверяют 24,8% респондентов, не доверяют 68,2%. Также социологи из центра Разумкова зафиксировали уровень недоверия к правительству 73%, доверия почти 20%. Верховной Раде не доверяют и того более 80,7% опрошенных, а доверяют лишь менее 14% граждан Украины. И давайте снова поговорим о доме Русова. Многострадальный и едва живой после десятка пожаров. Он все еще стоит на своем месте. Кому-то в радость, кому-то и в убыток. Недавно возле памятника архитектуры наконец появилась муниципальная охрана. Чем именно занимаются стражи порядка возле дома Русова? И не боятся ли муниципалы, что фасадная стена здания может просто рухнуть им на головы? На этой неделе состояние памятника архитектуры инспектировала моя коллега Анастасия Левкович. В 2004 году была объявлена в начале реконструкция дома Русова. С тех пор он горел, затем еще раз горел, в перерывах рассыпался, разваливался, трещал по швам. А потом случился последний пожар. В итоге складывается впечатление, что одесетам планомерно внушают мысль о том, что единственное спасение для дома Русова – это его полнейшее разрушение. Создатель театра японского танца «Буто» Дмитрий Доцков после того, как на его глазах в прошлом году рухнул масонский дом, понял – это и его трагедия. В начале октября он измазал себя золой и напротив дома Русова провел акцию. Дмитрий называет свой танец «криком души». И, похоже, он таки нашел своего адресата. У разрушающегося здания появилась будка муниципальной охраны. Проходил вот буквально вчера мимо дома Русова стоит эта будка муниципальная, там сидят два охранника, смотрят видео на телефоне. Я говорю, ребята, вы наблюдаете за домом? Да, наблюдаем. У вас есть видеонаблюдение? Да, есть. А где? Ну, есть. Я заглянул. Ничего у них нет. Они там просто сидят. Мы тоже решили проинспектировать работу муниципальной охраны, но они к такой проверке были не готовы. Дайте нам занять закончить свою работу. А чем вы занимаетесь? Электрику подводим. К чему электрику? В холодной будке сидим. Хотя бы вот это стало вам известно. Было заявлено о том, что вы охраняете здание от проникновения бомжей и прочих. Это правильно? Не знаю. Вы не знаете, охраняете ли вы дом от бомжей? Но тем не менее, кое-какая польза от этих ребят есть. Мы пообщались с людьми, которые ежедневно наблюдают гибель памятника архитектуры. Говорят, муниципальная охрана на их обращение реагирует. Но слишком уж много лазеек в бывший доходный дом придумали бродяги. Конечно, он в плачевном состоянии ходит. И то, что туда пытаются проникнуть люди и пытаются там находиться, это очень опасно. В любую минуту мне сказали муниципальная охрана, что может и обвал случиться. Они могут спровоцировать пожар. Насколько мне известно по разговорам специалистов, дом падает вообще-то на две трети. Две трети падает дома. Конечно же, это очень опасно и для прохожих, и для просто людей, которые там находятся, работают. Там же, в общем-то, и парковка. Охрана памятника архитектуры однезванных гостей – дело полезное. Именно из-за присутствия посторонних дом Русова горел более десяти раз. Но вот сможет ли муниципальная охрана предотвратить главную опасность – возможное обрушение дома или его фрагментов? Вопрос открытый. Каждый день, каждую минуту тут что-то происходит, тут падают крепчики. Каждый божий день, каждую минуту. Даже можно сейчас что-то упасть. Надо забор чуть больше отодвинуть, потому что забор его вообще не защищает. Он очень близко стоит. Страшно, потому что просто когда прогуливаешься, понимаешь, что оно может просто в любой момент обвалиться. Он скорее рухнет, чем его реставрируют. В любой момент это может произойти, если не провести соответствующие работы – консервационные и реставрационные. Марат Якубов в свое время установил камеры наблюдения возле дома Русова. Задолго до появления здесь муниципальной охраны. Во время кинофестиваля общественник организовал перформанс, демонстрировал фильмы на стенах достопримечательности. Гостья города, журналистка из Франции, под впечатлением от увиденного, написала статью. Это и побудило местных чиновников сделать хоть что-то. На реставрацию кровли и фасадных стен выделили 61 миллион гривен. Сейчас, собственно говоря, в доме осталось здесь остов, так сказать, фасады, фасадные стены. И, насколько мне известно, немецкие эксперты провели исследование и пришли к заключению, что оставшиеся конструкции находятся в удовлетворительном состоянии и их можно отреставрировать. А вот Дмитрий Доцков признается, резонанса из-за последних событий вокруг дома Русова не заметил. А ведь шедевр архитектуры был и остается одними из самых важных туристических объектов города, который мы не имеем права потерять. Конечно же, можно поставить красивое здание на месте, но это будет уже, понимаете, это будет нерукотворно. Это уже будет реплика, это уже будет поставлен на поток какие-то пенобетоны или еще что-то, новые технологии. Но вот то, что сделалось руками, то, что лепилось на дранку, этого уже не будет. Начнется ли долгожданная реставрация? Об этом, вероятно, знают лишь несколько чиновников и парочка бизнесменов, которые и грозились в свое время сохранить дом Русова. Комментировать состояние здания тоже некому. Ни один одесский архитектор говорить о нем с нами не захотел. Слишком уж щекотливым оказался этот вопрос. Анастасия Левкович, Григорий Евич, Телеканал Репортер. Тем временем в Одесской области, в селе Маяк и Беляевского района торжественно открыли новый стадион. На спортивном объекте постелили искусственный газон, его специально везли из Турции. Также на стадионе есть площадки для футбола и волейбола, баскетбольные кольца и теннисный корт. Стоимость нового стадиона составила 2 миллиона 400 тысяч гривен. Три бюджета – державный, областный и местный – дали нам возможность быть присутствием сегодня на открытии этого прекрасного спортивного заклада. Яскравые зерки, они народжены в самых звичайных родинах, навчаются в самых простых школах, инколи не в самых хороших условиях. Но действие закон, талант раскрывается в супереч. И я уверен, что на этом спортивном стадионе, на этом спортивном закладе мы будем приветствовать световых зерок. Световых зерок, которые будут прославлятывать нашу Украину. Правда, наши журналисты обратили внимание на некоторые проблемы, связанные с качеством строительства. Сразу после открытия на стадион пустили местную детвору. Уже через час на беговой дорожке образовались дыры, а сквозь траву просвечивался нижний слой земли. На повестке недели и тема защиты прав животных новый виток обсуждений появился после предложенного депутатами законопроекта номер 7220. В нем идет речь о поголовной регистрации животных и обязательной их стерилизации. Также законопроект предусматривает большие штрафы, нежели существует сейчас за издевательство над животными. В случае, если законопроект примут, то для его вступления в силу необходимо 4 месяца. Реальные сроки внедрения и потенциальные последствия уже знает моя коллега Вероника Годятская. Содержать животное с большей ответственностью. Как моральной, так и финансовой. Ведь не только усы, лапы и хвост документы. Депутаты предлагают внедрить поголовную регистрацию кошек и собак. Процедура обойдется в среднем в 170 гривен. Бездомных животных предлагают чипировать за счет местных бюджетов. Невозможно остановить поток без контроля за численностью домашних животных. Обязательной, согласно законопроекту, становится и стерилизация животных, кроме породистых, на разведение которых необходимо будет иметь лицензию. Стерилизация собаки может стоить в среднем тысячу гривен. Операция кошки дешевле – от 600. У очень многих пород собак есть такая опасность, как и ложные беременности, и есть опасность онкологических заболеваний. Поэтому стерилизованные животные, они в этом отношении значительно здоровее. Стерилизовать – значит улучшать качество жизни, уверены зоозащитники. Такой шаг, по их мнению, помог бы уменьшить поголовье бездомных животных, которые бесконтрольно размножаются. Больше 80% бездомных животных – это как раз бывшие домашние животные или их приплод. Но силу каждый видит в своих методах. Член депутатской комиссии по вопросам экологии Александр Иваницкий утверждает, что популяция бездомных собак в Одессе и так сократилась, благодаря городской программе. А законопроект, по его мнению, создаст багаж крупных обязательств и финансовую ношу. Программа стерилизации животных у нас сегодня находится на высочайшем уровне. Когда начиналась программа, у нас количество животных, собак в городе Одессе превышало 70 тысяч. На сегодняшний день у нас было в начале 2017 года проведено, проведен пересчет. И данные показали наличие 5000 беспризорных животных. Еще одно ноу-хау – обязательное посещение ветеринарной клиники не реже одного раза в три года. Кроме того, о переезде с питомцем необходимо заранее уведомлять ветеринарную службу. Ее, правда, надо будет еще создать. На государственной основе будут создаваться такие службы, и мы будем иметь к ним доступ постоянный. Я думаю, что это не будет какой-то сложностью пойти и зарегистрировать собаку, вернее, отметить, что она уезжает на длительное время. Захоронение питомца в огороде или отсутствие утилизации станут вне закона. Останки животных должны будут покоиться на специальных кладбищах или сжигаться в крематориях. Незначительное уточнение – их создание обязан обеспечить город. В последнее время принимаются такие законопроекты, которые действительно нагружают местную власть на те или иные мероприятия. Пункты передержки и, в общем-то, все сопутствующие с этим моменты, то, наверное, для города Одессы, еще раз повторюсь, эта проблема не есть актуальной. Платить по полной – еще один принцип законопроекта. Минимальный штраф – 340 гривен. Предусматривается за продажу котов и собак с рук без документов. Сумма максимального штрафа – 20 400 гривен за повторный отказ от стерилизации животного или, например, их использование попрошайками. Не убрал экскременты собаки – первый раз заплатишь 850 гривен. Я однозначно за. По принципу, убирайте за своей собакой, не будете платить штраф. Не нарушайте законодательство, не будете оплачивать штраф. Маленькие штрафы, они не останавливают. Мы уже пришли к этому выводу, что человек не поймают, а если поймают – 18 гривен, 50 гривен – не деньги. Большие штрафы, они все-таки позволяют задуматься. И они будут тормозом. То есть, если у человека не хватается знательности, то у него будет побеждать жадность к деньгам. Правда, штрафовать нарушителей предстоит полиции, которой не всегда хватает, особенно в больших городах. Но это другой вопрос. Тем временем высокие штрафы одобряют не все. Если это есть животное, или кошка, в данном случае, или собака, которая живет с пенсионером, и, возможно, тот пенсионер не имеет этих средств на то, чтобы привить это животное, зарегистрировать его, неужели это основание для того, чтобы этого пенсионера штрафовать? Поэтому есть много таких моментов, которые перед тем, как принимать, нужно понимать реальную обстановку, что происходит у нас в стране. Поэтому с инициативой расширить список льготчиков выступили и зоозащитные группы. Лично я хочу обратиться к авторам законопроекта с тем, чтобы пенсионеров включили в льготную категорию. Потому что для пенсионеров действительно эта сумма большая, значимая. Не каждый сможет. И надо научиться относиться с уважением к людям пожилого пенсионного возраста. Лично я буду отстаивать этот момент. Есть и требования к инфраструктуре. Ведь для уборки тех же отходов в минимальной доступности для людей должны находиться пакетики. Такие стойки в некоторых парках есть, но они почти всегда пусты. Часть подобных сооружений расставили в разных районах города. Но, к сожалению, вот в этом я могу сказать, что пакетики были ровно один раз, когда его установили. С одной стороны, общественники уверены, что такой законопроект мог бы заставить людей сознательнее относиться к содержанию животных. С другой, отсутствие дотации из госбюджета ставит под вопрос качество реализации. Я бы некоторые моменты все-таки смягчила. И самое главное, я бы подумала о том, какое напряжение дополнительное на местные бюджеты повлечет за собой именно то, что нужно будет построить приютов. Огромное количество. То есть помимо того, что у нас сейчас ветеринарная служба государственная вообще как таковая отсутствует. Если говорить, допустим, о Одессе. А здесь это штат, это зарплаты, это помещения, это все огромное-огромное накладывает тяжесть на местный бюджет. Если законопроект все же заручится поддержкой у парламентариев, то процедурная подготовка займет 4 месяца. Не считая городов, где отсутствуют муниципальные пункты передержки. Там создание инфраструктуры может сильно затянуться. Вероника Годятская, Григорий Евич, телеканал «Репортер». Тем временем в Одесской мэрии размышляют, как поступить с трещиной, которая образовалась на склоне в районе 16-й станции Большого Фонтана. Огромный фрагмент из грунта и ракушечника может в любую минуту рухнуть. Рассматривают несколько вариантов. Один из них – провести контролируемое обрушение склона. Экологи же рекомендуют разобрать самые опасные фрагменты с помощью спецтехники. Ясно одно – укреплять его уже бессмысленно, ведь процесс необратимый. Ревизия одесских склонов вдоль Большого Фонтана от команды репортера. Трещина глубиной несколько метров и шириной более метра образовалась на побережье 16-й станции Фонтана. Опасные процессы здесь наметились несколько лет назад, задолго до прошлогоднего оползня в Черноморске, уничтожившего десятки элитных домов. Сотни тонн грунта в перемешку с ракушечником нависают над автодорогой, по которой ежедневно в сторону моря направляются десятки машин. В какой момент склон рухнет, экологи прогнозировать не берутся. И констатируют, оползневые процессы ускорились после того, как верх склона начали активно застраивать многоэтажками. Проблему можно было бы отчасти решить, если начать ухаживать за зелеными насаждениями на склонах и, разумеется, высаживать новые. Корни растений смогли бы укрепить рыхлый грунт. Появились первые признаки того, что сам процесс разрушения береговой части склона, он движется, если так можно сказать, к центральной части города. Нелепое отношение к даже простым насаждениям на побережье, оно и дает основание полагать, что это невозможно будет остановить. Потому что деревья, в первую очередь, они выполняли вот эту основную функцию, то есть берегоукрепительную, так скажем, функцию. Ну а пока на 16-й борются с последствиями бесхозяйственности, на 8-й станции Большого фонтана склон поддерживают в идеальном состоянии. Здесь начали заниматься укреплением более 17 лет назад. С тех пор, как Международный гуманитарный университет взял под свою опеку этот участок побережья, его внешний вид значительно изменился. И однозначно в лучшую сторону. Проведены масштабные берегоукрепительные работы, установлены специальные гидротехнические сооружения. На склонах высадили более 20 тысяч деревьев и кустарников, засеяли газон, а работы по озеленению ведутся ежедневно. Создано у нас в университете волонтерское движение такое среди студентов Международного гуманитарного университета и Национального университета юридической академии. Мы просим студентов и объясняем, и говорим, что каждый студент нашего университета должен высадить хотя бы одно дерево. И вы знаете, это работает. Вот многие студенты говорят, приезжают, уже закончили вуз. Вот это сосны, которые высажены нами. Для регулярного полива зеленых насаждений на склонах оборудована автономная система с использованием подпочвенных вод. Если каждый одессит, если хотя бы каждый второй примет участие в субботниках, повысаживаем деревья, то это будет большой плюс для нашего зеленого города. Одесса славится чем? Одесса славится именно зеленью. То, что вот видите, одесситы неравнодушные, высаживают. Сейчас очень важно, чтобы мы укрепили склоны. Потому что, если сейчас не обращать внимания именно на это, будет беда. Проводить субботники на этом участке одесских склонов – привычное дело для студентов. К примеру, сегодня здесь озеленяют территорию студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции Одесской юрокадемии. Вносишь вклад в эту зелень. Это очень приятно. Мы все дружно вот здесь работаем. Настоящий мужчина в жизни должен сделать три вещи. Посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Ну, один пункт я уже сегодня выполнил. Я высадил пять деревьев, но я еще носил землю, носил воду. Хорошо, что представилась сегодня такая возможность увидеть и поработать вместе с Реей Васильевичем Кивалом, который всячески всегда помогает нам в озеленении нашей территории и во всем так же. И хорошо, что попадает такая возможность поработать вместе как студенты и руководство нашего вуза. Вот теперь можем его засыпать. Это дерево обязательно примется и будет расти и радовать нас всех и отдыхающих, которые будут приходить сюда. Ниже парковой зоны с хвойными насаждениями расположилась уютная набережная. Сегодня она выглядит красивой и ухоженной. А ведь ранее здесь были сплошные руины и свалка. С тех пор вывезли около 400 тонн бытового и строительного мусора. Установили скамейки, провели современную систему освещения. Построены три спуска к морю, в том числе пандусы для инвалидов. Построена бесплатная стоянка для автомобилей. А также к услугам всех желающих спортивный комплекс для проведения международных соревнований и современная спортплощадка с уличными тренажерами. На фоне проблем, возникших на склоне 16-й фонтана, мэр Одессы привел в пример инфраструктуру на 8-й. Именно по такому принципу должны быть укреплены и остальные склоны на побережье. Наталья Апара, Дмитрий Кожемяко, телеканал «Репортер». И в ночь с субботы на воскресенье не забудьте перевести стрелки часов на 1 час назад. Украина снова переходит на зимнее время ровно в 4 часа утра 29 октября. Так что у любителей поспорить появился еще один повод обсудить. Что же лучше, проблемы со здоровьем или экономия электроэнергии? Всего в мире осталось не более 80 государств, которые до сих пор переводят стрелки часов. Не переходят на зимнее время уже Япония, Индия, Китай, Сингапур и большинство стран Советского Союза, в том числе и Россия. Но все же давайте найдем позитив в этом процессе. Хоть темнеть теперь будет раньше, спать мы сможем на час дольше. Далее, как всегда, блоки международных и украинских новостей. Оставайтесь с репортером, не переключайтесь, с нами интересно.